Мы продолжим в нашем направлении по нашей теме. Третья глава с 10 стиха. Это знакомые вам стихи. Я, по данным мне от Бога, благодати, как мудрый строитель, положил основание, заложил фундамент, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, другого фундамента, кроме положенного, которое есть Иешуа Мессия, Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, или из дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится. «Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. И у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду». Или в другом переводе. «И чья постройка выдержит огонь, тот получит вознаграждение. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». «Разве вы не знаете, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Очень хорошая такая и заставляющая нас задуматься трепетное такое наставление, повеление, мудрый совет. И здесь можно увидеть, для нас есть, безусловно, то, что мы говорили немножко раньше, в предыдущих днях, хорошая мотивация, которая может нас к чему-то направлять. Ну, первое – это получить награду, получить вознаграждение. Четырнадцатый стих. Тот получит награду, вознаграждение. И, конечно же, еще одна мотивация. Помимо награды, пятнадцатый стих. «Чтобы нам не попасть на небеса вот в таком вот гарном состоянии, или угарном, вот, чтобы мы выглядели, да, как дымовая завеса, как трубачи, да. То есть не очень будет нам приятно попасть. Ну и вообще, конечно, если об этом поразмышлять, я, конечно, себе не представляю, как это может быть. Вы знаете, у нас одна была такая история. У нас там есть, ну, было раньше в Бердичеве, ну, может, естественно, в разных городах, у нас там была одна криминальная структура, и в основном руководители были евреи. Вот, и они нас хорошо знали, вот, по-прошлому. Ну, так как, там, родители дружили и так далее. То есть они к нам хорошо относились, они узнали, что мы немножко мышегин, ну, в смысле, что мы стали верующими, вот. Но потом, когда время проходило, они нас так достаточно хорошо к нам относились, уважали нас, вот. И, естественно, все, что делается не во славу Божью, и, безусловно, то, чем они занимались, тот образ жизни, который у них был, он привел к таким печальным последствиям, потому что из таких, вроде бы, уверенных бандитов, они, безусловно, принимая наркотики, опускались все ниже и ниже и ниже, и просто потеряли авторитет в своем роде у многих людей в других городах, ну, и стали просто такими людьми, которые уже просто, ну, реально опустившимися наркоманами и так далее. Вот. И они к нам начали обращаться и за помощью, и вот к одному из них мы начали приходить. Вот у него там родственники в Израиле, в Америке, и практически все от него уже отказались, но там еще как-то поддерживали там материально, но когда мы зашли в квартиру, увидели, там, конечно, было тяжело, в общем, был полный бардак, и уже как бы те ребята, которые там уважали его, они уже как бы его использовали для своих каких-то целей, эту квартиру, и там собирались. Вот. Но он уже был в никаком состоянии, он уже еле передвигался, он на улицу вообще выходить не мог, у него все руки, ноги, все внутренности уже начали гнить. Вот. Ну, видно было, что человек доживает. И вот он к нам обратился, что, может быть, что можно сделать. Вот. Конечно, мы предлагали поехать на репцентр, но его состояние, его положение, это было как-то нереально, невозможно. Вот. И он понимал, что это очень тяжело, но что мы решили сделать? Мы решили, что мы каждый день будем к нему приходить, вот, будем с ним встречать шаббат, будем зажигать свечи, будем читать Тору. Вот. И вот в результате в течение двух недель мы к нему ходили, и это видели и другие, там, тем, с кем он, называется, работал, авторитеты. Ну, к нам так нормально относились, так, конечно, мы слышали их разговоры. Вот. Ну, ничего. Мы знали, какая с нами сила, кто с нами и так далее. Поэтому, как бы, не было какого-то такого страха. Вот. Да, да, да. Вот. И, вы знаете, с ним начали происходить такие реальные чудеса. Он начал резко выздоравливать. Он даже на несколько дней бросил курить, не говоря там уже о том, чтобы там колоться или принимать какие-то другие наркотики. Вот. И, как бы, почувствовал себя более уверенно. Ну, и мы увидели, что он, как бы, говорит, ну, может, завтра уже не приходите, может, то, то, то и так далее. Вот. И буквально прошло немножко времени, вот, и мы узнаем, что в его квартире был пожар. И он, короче, в этом пожаре, ну, умер. То есть, задохнулся, угорел от дыма и так далее. Ну, не то, что заживо сгорел. Он пытался как-то выкарабкаться с квартиры через окно. Они на втором этаже живут там, чтобы как-то там вылез из окна. В общем, не успел. Задохнулся, и там был пожар, погорело все. Вот. Ну, вот. И это было очень короткое такое время. Буквально через несколько дней после того, как он сказал, ну, может, уже не приходите, там, я, может, попозже к вам на шаббат как-то меня привезут и так далее. Вот. И у нас было, как бы, мы начали молиться, вот. И один брат говорит, второй, третий, что у нас есть какое-то такое понимание, что потом мы позвонили Борису Савововичу, что вот в данном случае, если вот смотреть в таком вот направлении, то вот этот вот человек, он был спасен как бы из огня. Вот. То есть у нас было уверено, что он спасен. Ну, вот именно вот так как-то. Вот. Поэтому я когда размышляю, что значит быть спасенным из огня, для нас был вот такой какой-то нервный. Я понимаю, что есть еще что-то, что может нам Бог показать, что-то мы не можем понять, что-то мы уже узнаем на небесах, что значит из огня. Поэтому, конечно, не хочется, правда, нам этого? Просто держаться за спасение, вот. Потому что если только держаться за спасение, это очень такая грань. Ой. Лучше активно служить Богу, жертвовать для Бога, правда, чтобы все-таки вцепиться за Бога и получить награду и вознаграждение. Вот. Ну, вот такая у нас произошла история. Хорошо. Давайте, пожалуйста, откроем еще одно место. Это Римлянам, 15 глава. Ну, здесь мы с вами видим, что в Коринфянам, да, говорится о основании. Какое у нас должно быть основание, какой у нас должен быть фундамент. Вот. Наша вера в нашего Господа, в Ишуа. И из каких камней, из какого, из каких, скажем, мы должны строить наше основание. То есть золото, серебро, драгоценные камни, дерево, сено, солома. То есть об этом можно размышлять. Каждое дело обнаружится в тот день, в который откроется. Ну, и так далее. Вот. Поэтому, конечно, все наше служение, оно будет испытано, оно будет проверено и временем. И, конечно же, в итоге каждый из нас даст отчет перед Богом. Правда? Мы должны это помнить. За все то, что мы знаем, за все то, что мы можем делать, берем или не берем ответственность, Бог за нас безусловно спросит. Поэтому, когда мы об этом глубоко размышляем, то становится трепетно. Римлянам, 15 глава, с 8 стиха. «Разумею то, что Ишуа Гамашиах сделался служителем для обрезанных». Аллилуйя. «Ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отцам». А для язычников из милости, чтобы славили Бога и так далее. Вот. И когда мы посмотрим на здесь слово «служитель», или же, допустим, в греческом толковании это слово называется «диаконис», то есть «слуга». То есть, если просто начинать вникать и понимать, кем был Ишуа для еврейского народа, для своего народа, то есть он был тем слугой, тем, можно сказать, рабом, который буквально прибрался за свой народ. То есть он стал уборщиком за свой народ, потому что народ сидел за столом, да, даже если мы сломим пасхальный седр, то Ишуа, он стал слугой, он стал им служить, он показывал примеры и так далее. То есть… «Аврам гостям». Да, как «Аврам гостям». То есть мы можем понимать, что когда мы говорим о нас как о слугах Божьих, о рабах Божьих, то на нас ответственность в том, чтобы мы как слуги, безусловно, исполняли эти поручения, эти обязанности, которые ставит перед нами Господь, дает Он нам эти поручения. И по мере нашего, безусловно, посвящения, по мере нашего возрастания, Бог, Он дает нам положение, Бог дает нам помазание в том, чтобы мы могли отвлекаться на нужды людей и решать даже разные безнадежные тупиковые ситуации, которые есть у людей. И вот если посмотреть еще в одном переводе, что значит слово «слуга», то есть это буквально тоже как выразится, как гребец. То есть тот, который гребет, который идет в своем направлении, в своем русле, который проходит какие-то препятствия, и у него есть определенный темп, есть определенное время для того, чтобы это движение было чуть быстрее, чуть медленнее и так далее. Поэтому мы как слуги с вами, как тех гребцей, у нас есть все для этого, правда. У нас есть защитная одежда, у нас есть шлем спасения, ну и так далее. У нас есть весла, есть река, по которой мы можем течь и платье, достигать той цели, которая перед нами стоит. И тем более, если мы видим, что наш Господь имел в своем желании, и это была одна из его главных целей, безусловно, для всего человечества, но чтобы послужить своему народу, чтобы Господь открылся им в каких-нибудь машеях, как Мессия, который спасет от рабства и избавит от греха. И вы знаете, что в нашей общине мы сейчас находимся в таком времени, когда мы где-то подошли к такому моменту, что у нас ряд людей, они уже, как бы взяв это бремя Божье на себя, в заботе о людях, о том, чтобы помогать людям, они, то есть, когда они общаются, когда они вникают в нужды людей, они уже начинают где-то понимать из своего собственного опыта, или там, как им служили, или то, что, допустим, как они слушают, ну, в основном, конечно, это практическое применение, они начинают людям служить. Вот, буквально служить, вот, как священники, которые брали жертвы, да, и делили их на части. Эта работа была очень неприятная, вот, все руки в крови, разделывать мясо по частям, все, как написано в левитах, в других местах из Писания. Вот, то есть, такая труда, такая кропотливая, такая не очень приятная работа, вытаскивать все, все вот эти вот нехорошие. И у нас сейчас уже какое-то время сформировалась вообще неопределенная команда служения освобождения. То есть, я не знаю, как у вас, вот, и вообще ваше отношение к этому, но мы проводим энкаунтеры, безусловно, вы слышали, да, такое? Есть разные, конечно, энкаунтеры, вот, и на Украине они, я, например, был на разных энкаунтерах, вот, и сам два раза проходил, будучи как пастырем, потому что для меня это, ну, казалось очень важным. И вы знаете, то, где я проходил один энкаунтер, и другой энкаунтер, они, как бы, имеют, ну, суть одну, ну, немножко, как бы, разные подходы. Поэтому я получал исцеление, я получал освобождение, когда мне люди служили, там, несколько часов, и даже в одном таком направлении, даже очень долго. Вот. И я понимал, что я получаю исцеление, освобождение в некоторых вопросах. Вот. Поэтому у нас сформировалась уже такая определенная команда, вот, и около 15 человек в общине. И у нас, вот, оно постепенно двигается. То есть служение, освобождение. Вот сейчас у нас, вот, сегодня у нас среда, завтра у нас начинается энкаунтер в нашей общине, и на каком-то этапе нам в этом помогает служителя пастыря Олега Щербакова с Николаева. Вот. Они нас, как бы, обучали немножко, и сейчас уже больше людей в нашей общине, это люди из нашей общины, которые в команде. Вот. А Николаевцы, они уже, как бы, так, присматривают немножко за нами. То есть мы еще, как бы, самостоятельно не можем, но учимся. И вы знаете, это очень интересно. Это очень интересно. Я вижу, что, ну, те люди, которые приходят в общину, и тем, которым нужно, вот, вот, потому что мы увидели, что нужен какой-то такой процесс глубокого консультирования. Да, мы можем мгновенно получать какое-то исцеление и освобождение через разные служения, через молитвенные, через какие-то откровения, если за нас кто-то помолится, или там мы, ну, по-разному Бог действует. Но эта часть, она тоже очень важная. Вот. И мы видели, как многие из семьи, даже будучи мужем и женой, когда они проходили энкаунтер, вот, и как исцелялись их взаимоотношения, и как потом их Бог созидал. Поэтому мы видим большой плюс, по крайней мере, от этих энкаунтеров. Вот сейчас у нас будет снова это служение. Я от вас уеду, прямо туда в субботу, после субботнего служения поеду к нашим. Вот. Ну, вы знаете, и по мере того, как у нас оно, это уже у нас, по-моему, четвертый или пятый энкаунтер, мы проводим так совместно с николаевцами, и по мере того, как мы в этом направлении движемся, а плюс на этот энкаунтер мы попросили николаевцев, что мы хотим, как бы, в проведение самого консультирования, в анкету внести освобождение духа антисемитизма. Вот. Потому что до этого на тех энкаунтерах, в которых я был, мы этого не видели. Вот. И мы решили, что это очень важно, потому что на данный момент, ну, очень много желающих из других городов и церквей, то есть наших сейчас, которые будут проходить, ну, консультирования сообщения, людей на человек десять, а остальные человек сорок, это с других церквей и общин. Вот. Поэтому мы поняли, что это очень важно. То есть, и вот, это будет такой первый энкаунтер, где мы будем еще в этом направлении двигаться. И, конечно, я верю, что вы где-то видели, может быть, у вас это было. То есть, когда мы служим в этом направлении, это очень такой дух, который, вы знаете, да? Очень важно. Да. Очень важно оно, потому что Борис Иоович на одном из ретритов учил, что дух антисемитизма, он напрямую связан с духом антихриста. Да, поэтому вот в этом направлении. Вот. И вы знаете, то есть, ну, это я как бы так вставочку вам сказал, в результате чего мы к этому пришли. То есть, мы ставим какие-то цели, хотим развиваться. Но предэтапным таким моментом всего этого, это, конечно же, были наши отношения. То есть, для того, чтобы создать такую команду, то есть, насколько вот команда, она в разных служениях, она должна сплачиваться, она должна дружить, она должна понимать то общее дело. И, конечно, если у кого-то в команде, в том или ином служении есть какие-то трудности, проблемы, то, конечно же, вся команда старается взять это бремя и помочь. Поэтому это как составляющие, которые очень для нас важны. Вот. И откройте, пожалуйста, первое Тимофея. Еще одно очень интересное место. Мы с вами прощем. Пятая глава. С 24 стиха. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. То есть, когда мы смотрим на этот стих, то, безусловно, мы можем увидеть, допустим, что есть во мне, если я честно исследую себя, да, какие у меня еще есть, то ли это слабости, то ли, возможно, есть какие-то грехи, то есть, явные они для кого-то, и кто-то видит, или я их замечаю, или все-таки я их скрываю, все-таки я где-то их лелею, все-таки где-то, может быть, это мои грехи, они становятся любимыми, и на самом деле я понимаю, что мне нужно с ними расстаться, но я не очень к этому стремлюсь, не очень хочу с ними расстаться. То есть, они меня как бы ублажают, вот, и становятся такими родными и приятными. Это по отношению к себе. Когда мы служим людям, мы можем точно так смотреть на людей, и эти грехи могут открываться как бы явно, да, а есть грехи, которые открываются впоследствии. То есть, то, что, допустим, как бы сразу не явно, но это приводит к печальным последствиям. То есть, мы понимаем, что когда они открываются впоследствии, то есть, нужно их вытаскивать, нужно искать какие-то подходы к этому. Ну вот, помимо того, что у нас проходят энкаунтеры, если мы видим, что человек, ну, в такой проблеме серьезной, то есть, мы даже назначаем вот такие вот встречи, служения, освобождения в общине, вот, и бывает по несколько часов, просто мы ищем какие-то подходы, мы ищем, где же эти корни, чтобы вытащить, чтобы человек, он получил освобождение, покаялся, раскаялся. Вот, то есть, начинаем что-то искать, потому что очень много связано с непрощением, с проклятием, в семье, с родными, с близкими, с отвержением. Вот, у сестер, у женщин, это может быть прошлое, связанное с негативное, там, с какими-то сексуальными вещами, с мужчинами и так далее. Поэтому не так просто, не так всегда, как бы, ну, вот, вдруг, скажем, вот именно сейчас люди откроются, и чтобы получить исцеление, освобождение, то есть, есть какой-то период, есть какой-то процесс. То есть, поэтому Бог дает вот эту вот любовь нам, такое долготерпение, заботу людям, чтобы вот обязательно помочь. И мы не расстраиваемся, если сразу что-то не происходит, если мы сразу не видим какого-то успеха, вот, ничего. То есть, бывало, когда, допустим, там, к примеру, если мы с братьями кому-то служим, и у нас не получается что-то, ну, вот, мы понимаем, что нужно что-то еще. То есть, мы, как бы, исчерпали все свои духовные возможности, и мы понимаем, вот здесь нужна сестра. Вот. И тогда уже мы подключаем, как бы, сестер, и вот в этом направлении они могут служить. То есть, это не только, как бы, служение, освобождение, консультирование, а даже и в каких-то вопросах мы стараемся, чтобы у нас была взаимозаменяемость. Вот. То есть, из-за того, что мы все с вами разные, из-за того, что у нас разное восприятие, может быть, какое-то развлечение и чувствительность, то есть, человек, ну, может принять эту помощь. Потому что, когда мы принимаем людей, это исцеляет людей. То есть, когда люди чувствуют себя принятыми, да, то есть, они больше открываются, они верят, что они получат исцеление. То есть, поэтому очень многое зависит от нас. И 25 стих. «Равным и образом и добрые дела явны, а если и не таковые, скрыться не могут». То есть, есть недобрые дела, есть грехи, есть добрые дела. То есть, есть явные, вот. И все, что мы делаем тайно, да, все, что Господь воздаст явно, доброе и худое. Вот. Поэтому для нас с вами очень важно, чтобы мы стремились к тому, чтобы вникать в нужды людей и заботиться о них. И вы знаете, это часть, часть нашей жертвы, это, как я понимаю, это то, где мы можем получить просто, ну, вот это вознаграждение, награду. То есть, не просто награда ради награды, каких-то корыстных мотивах, а действительно, где мы, совершая служение, получаем спасение, достигаем этого спасения через наше служение людям. Поэтому, если мы с вами не грешим, это не значит, что мы имеем благословение. Если мы с вами не грешим, это не значит, что это жертва. Если мы с вами не грешим, это может быть лишь только спасение. Но есть еще награда. Еще раз повторю. Если мы не грешим, это еще не благословение. Вы понимаете? Если мы не грешим, это еще не жертва. Ну, какая для Бога это жертва? Вы понимаете? Мы можем прийти в такое состояние успокоения и такой, скажем, мнимой уверенности в том, что, ну, вот мы же не грешим, значит, с нами все нормально. Понимаете? То есть, если мы не грешим, мы ничем не жертвуем. Да, пожалуйста. У меня по этому поводу была такая интересная ассоциация. Когда я дышу, я, в принципе, не оказываю никому услуги. Это для меня естественно. Когда я ем, это для меня естественно. и я себе не требую похвалы за это. Точно так же для нас должно быть состояние праведности и святости пред Богом. Мы созданы на добрые дела. Мы созданы быть праведными и святыми пред Господом. И поэтому искать какой-то похвалы и заслуги себе за это, мы, мягко говоря, не имеем права. И Шо даже учил, вот такая фраза у него есть, я раб ничего не стоящее сделал, то, что должен был сделать. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Спасибо. Хорошее дополнение. Вот мне бы хотелось узнать ваше мнение. Вот я как, ну, например, я, будучи имеющий духовную власть, видя служители, например, какие-то вещи и догадываюсь. То есть, ну, совершенно необоснованно. То есть, я вижу какие-то вещи в человеке. Я подхожу ему и говорю, ну, как бы, дружище, ты врешь, тебе бес, и какой был, такой ты остался. Как бы, меняйся. Правильно ли это будет и как правильно? Ну, сразу, как ты начал говорить, допустим, это то, ну, как бы я не говорил, я бы не спешил говорить, что в тебе бес. Это первое сразу, то, что я как бы услышал. Видел, как бы. Да, то есть, если, если брат, да, если брат обманывает, вот, то есть, это систематически происходит? Или ты первый раз увидишь? Не обоснованно. То есть, я как бы, ну, догадываюсь, что он грет. Догадываюсь. Я предполагаю. Нужно, как бы, понять в этой ситуации, добиться, почему человек это делает. Почему вот он обманывает? У нас тоже были такие ситуации. Вот, как бы, потому что, ну, вранье, ну, вот, ложь, обман, это может быть, скажем, как следствие, какое-то, как наследственное даже какое-то. Вот у нас бывало. Вот. или просто как бы человек, ну, просто уже привык к этому. Это как просто определенная твердыня. Вот. То есть, узнать, узнать, почему он грет. То есть, постараться ему помочь. Если, конечно же, ты видишь, что просто все твои попытки, там, и там, с другими служителями, вы, ну, как-то человек не хочет, ну, значит, тогда нужно применять другие какие-то меры и говорить ему о последствиях, ну, и так далее. То есть, с моей стороны это неправильно будет, если я подойду и вот так вот. Мне, моя цель должна помочь. Моя цель должна ему помочь. В любом случае. В любом случае. Ну, конечно. Как духовный отец. В любом случае помочь. В любом случае помочь. То есть, мы выглядеть, как должны, как братьями. Мы должны любить наших братьев. То есть, если брат, мы дальше чуть покоснемся, я верю, откроем, нас Бог сегодня, послание Галатам, и мы кое-что там увидим. То есть, наше отношение, ну, к братам, если человек грешит, не должно быть в осуждении. То есть, мы должны помочь, мы должны подставить плечо. Ну, бороться с грехом, бороться с беззаконием, за истину. Но мы, от нас должны сделать все возможное, свою часть. Когда человек услышит, он примет истину, он увидит, как ему нужно поступить действительно правильно. Если он поступает, продолжает так поступать, какие будут последствия, ну, тогда на нем ответственность. Но наша часть, как служителей, ну, помочь в этом. Да, да, да. Можно это было? Пожалуйста. Ну, как бы, я попытался бы осторожничать в отношении предположений, когда человек предполагает, что он врет или грешит. Когда я рассматриваю ситуацию предполагаемости, я стараюсь не говорить человеку. По каким причинам? Потому что любая форма предполагаемости, а это присутствие неуверенности, а если присутствует вопрос неуверенности, значит, там есть моменты серьезной сомнительности. А если присутствуют моменты сомнительности, соответственно, я уже грешу. И поэтому, чтобы мое слово было да, да, нет, нет, я не буду говорить, я просто буду наблюдать и за него молиться. Или молиться за себя, чтобы мне Бог открыл некоторые моменты, чтобы я был более уверен, более точен, чтобы у меня моменты сомнительности и предполагаемости отсутствовали. То есть если человек врет, то его вранье может открыться еще где-то, оно будет замечено еще где-то. То есть таким образом мы сможем предъявить ему наши конкретные факты. Вот здесь ты поступил неправильно, вот здесь ты поступил неправильно. То есть мы точно так поступаем, допустим, если у нас нет четко ясной уверенности о нашей просто предположении, мы даем этому как бы не то что развиться, но в хорошем смысле контролировать, но чтобы действительно показать, здесь ты был неправ, а если еще есть свидетели, если еще есть пострадавшая сторона, то конечно же, тогда уже как бы все... Да. Человек может быть еще как бы действительно он хочет, но он не может, он искренне хочет, а если мы его просто обрубим, у него потеряется всякая надежда и все. Да. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Это как бы осуждение, да? И вот в Писании римлянам 14 стих 13. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить и о том, как бы не подавать брату случая, преткновению или соблазну. Да. Вот ответ на твой вопрос. Амэн, да. Очень хорошее место. Спасибо. Брат Сергей. Ну, потом перерывах, может быть, это так, можно лично поговорить. Вот. Или создадим группу. Хорошо. То есть, мы понимаем, да, что, скажем, жизни людей, души людей, они не безразличны Богу. Вот, не безразличны. Поэтому они не могут быть автоматически, как бы, и для нас, правда? То есть, мы тоже должны иметь вот этот вот взгляд, сострадание, желание помочь людям и так далее. Вот, каждый из вас, ну, вы знаете своих духовных наставников, но их, может быть, даже несколько, но я знаю, я понимаю, что очень многие наставники духовные, которые действительно идут за Богом, они стараются заботиться о вас. Я всегда вижу заботу и опеку, допустим, такую реальную заботу о мне. Вот, хотя я, как бы, уже, ну, скажем, многое уже, как бы, могу и сам, то есть, стараюсь не беспокоить моих духовных наставников по каким-то мелочам, но я даже не пренебрегаю какими-то советами, какими-то помощями, какими-то своими слабостями, какими-то неуверенностями или там еще чем-то. Я стараюсь, ну, это обнажать, открывать, и, вы знаете, по мере моей открытости я получаю реальную помощь. Если я менее открываюсь, я получаю менее реальную помощь, правда? Поэтому, поэтому очень важно, чтобы мы с вами жертвовали, и если мы с вами будем жертвовать, то тогда мы будем иметь с вами благословение, тогда мы будем иметь эту награду, тогда мы будем иметь вознаграждение, то есть, если мы вспомним Авраама и Ноя, то, что мы с вами читали, они принесли в жертву, то есть, как жертва, жертвоприношение, это как неотъемлемая часть служения Богу, да, то есть, за этим что-то следует. Бог сказал Аврааму, награда твоя велика. Потому что есть некоторые верующие, которые верят, что вот есть вот благодать, есть благодать, и достаточно вот только, допустим, отречься от какого-то проклятия, и все, и придет благословение. Достаточно вот только вот отречься, и придет автоматически благословение. Но благодать – это как аванс. То есть, если мы его просто прокушаем, да, если мы его просто вот прогуляем, а если мы не начнем просто это применять, если мы не начнем это просто служить, просто двигаться вперед, то есть, тогда этот аванс станет для нас как побуждением, как действием, ну, к большей благодати, большему благословению. Понимаете, поэтому написано, чтобы благодать была нещетна. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами понимали, ну, служение наше. Павел говорил римлянам, представьте тела ваши в жертву живую для разумного, для логического служения вашего Богу. Тела в жертву живую. Конечно, это большой для нас вызов, вот, но мы должны с вами это понимать, что хотим мы этого или не хотим. Мы можем злиться, мы можем расстраиваться, мы можем разочаровываться, мы можем не соглашаться, вот, но мы с вами должны понять, что мы здесь на земле временно. Да? Мы здесь, мы здесь на земле временно. Наше жилище там, на небесах. Наш земной дом здесь, он временно. Пожалуйста. Из Писаний такой момент, когда Всевышний, обратившись к Авраму, сказал, ходи предо мною, значит, это уже для него было благодатью. Тем самым Бог показал, что у него есть способность ходить пред Всевышним. То же самое здесь, когда мы слышим Евангелие, это уже благодать для нас, но для того, чтобы ходить пред Богом на основании Евангелия, это уже совместная работа наша с Богом. Да, да, да. Спасибо, да. Помните это место из Писания, что написано, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человека. Ой, Вейзмир, я как подумаю. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то есть надеемся на кого? На Господа. И если только в этой жизни, представляете, просто ну, это переворачивает, конечно, мозги, вот, и это, конечно, не вмещается в наши мозги, вот, это, получается, нужно одуреть ради Господа. Ну, значит, нужно одуреть, значит, нужно выходить из себя, так написано. Вы понимаете, по-другому просто не получится. Мы не можем умалчивать то, что написано в Писании, мы не можем брать и что-то приклеивать к истине Слова Божьего, вот, замешивать, примешивать что-то туда. Поэтому истина, она непреложна. Пожалуйста. Одно небольшое дополнение, вы упомянули цитату из Писания «Наше жительство на небесах», вот, значит, слово, которое переведено как «жительство», оно буквально переводится как «государство», «гражданство». Значит, и Писание говорит не о том, что мы будем жить на небесах, вдали от земли. Значит, Писание говорит о новом небе, о новой земле. Здесь, мне кажется, Рэбби Шауль как раз-таки напоминает нам о нашем гражданстве. Это как гражданин Америки, живя здесь, полностью понимает свои права и обязанности перед своим государством, перед своим президентом и ведет себя, соответственно, как американец. Мы знаем, что американцы везде себя чувствуют на голову лучше всех остальных. Точно так же и здесь идет напоминание о том, что мы граждане Царства Божьего, что у нас есть Царь, который является Царем всех Царей. И это очень важное такое, на мой взгляд, замечание, что не на небесах будем жить, а здесь влачим жалкое существование. Мы здесь должны вести себя достойно, как священники Царя. Аминь, аминь, да. Потому что, конечно, если мы оденемся в такие, знаете, одежды какой-то супердуховности, что тоже, может, где-то к нам прийти и правда, то, безусловно, могут быть проблемы. Мы должны понимать, что мы с вами на земле. Мы должны с вами, что у нас есть поручение, повеление от Господа. Вот. Мы действительно граждане неба, да. Мы граждане Божьего Царства. Вот. Но мы еще пока здесь. Да. Мы ищем не земного, а горнего. Помышляем о горнем, а не о земном. Но мы еще на земле. То, что мы говорили, когда ученики были на горе. Вот. Ой, как хорошо нам. Ой, как прекрасно. Ну, нужно идти, нужно идти спускаться. Нужно идти в этот мир. Вот. И все. Правда? Вот. Бывает, когда... Вот у нас служения проходят разные, да? Мы побываем на служении так просто хорошо, сильно. И ты чувствуешь, ты в Божьей безопасности, ты в Божьей защите. Просто, ну, одна семья, все, братья и сестры, просто хорошо. Ты не беспокоишься там о чем-то. То есть какие-то бытовые проблемы, вопросы в семье, с работой, ну, как бы они отходят на второй план. Все, ты погружаешься в Бога и думаешь, как бы хорошо. Ну, служение через час закончится, через два, через три, через пять часов оно все равно закончится. Правда? Сегодня закончится. Служение не закончится наше, а сегодня закончится. Поэтому все равно мы выходим в мир, все равно мы живем в этом мире, поэтому нужно проходить и искушения, нужно проходить какие-то испытания, побеждать их, преодолевать, вот, жить победой. И помните, в первом веке и в последующих веках, если вы знаете, ну, я думаю, может быть, знаете, если не знаете, то можем вместе вспомнить. В первые века, в то назоветнее время, вообще верующих в Мессию называли любящая смерть, потому что они праздновали физическую смерть. они праздновали физическую смерть, так как это было новое рождение для Бога. Вот. И в старых православных календарях написано, что у мессианских верующих начинались, ну, как бы такое выражение, экстазы у сектантов. То есть, когда человек умирал верующий, то есть, это были дни торжества, это были песни и танцы и ликования, радость и так далее. Вот. И мы верим, я, например, верю в то, что если Бог сейчас все восстанавливает, Он возрождает эту новозаветную веру, это новозаветнее то время, первое, которое было община, то Он может и восстановить ритуальный травм, как в дни торжества. Вы понимаете? Я вспомню, как это у нас сейчас май, два с половиной года назад умерла моя теща, Фаина, мама Фрида Лейбовна, вот, чуть раньше папа умер. Вот умерла мама, она, ну, уже ей было больше 70 лет, вот, и она как бы очень легко ушла, вот, и когда у нас уже были вот похороны, вот, ну, понятно, там была у нас какая-то определенная печаль, скорбь, вот, как бы Фаина осталась, прежде всего, уже без папы, без мамы, моя мама еще есть у нас, слава Богу, помогает нам, а у Фаины, как бы, не стало родителей, и, конечно же, для нее, как для женщины, было какое-то время тяжело, ну, безусловно, там, очень многие сразу, братья и сестры, помогали во всех вопросах, я уже был как бы с женой, ну, сделали эти похороны достаточно очень так, ну, быстро все, и мы приехали на кладбище, и приехали туда, это было зимой, ну, было такое, ну, солнышко вышло, не было очень холодно, и работники, которые копали яму, они, ну, что-то не успевали, то есть, ну, нужно было еще минут 40 ждать, и вот, представьте, мы туда приехали, вот, ну, мы же не заказывали там никакую музыку, вот эту нагнетающую, вот, мы никогда такого не делаем, вот, поэтому скромно все, ты же делаешь, вы понимаете, шалом, и вот, а были же там знакомые, друзья, она работала на таком машиностроительном заводе, Фрида Львовна, и, то есть, у нее было много таких, ну, хороших друзей, ее знали, любили, она вся такая дружелюбная была, и папу знали, вот, и вот нужно было 40 минут ждать, пока работники, ну, это там что-то, камни были, в общем, они долбали, вот мы, как бы, гроб, ну, вот, положили там на столе, там, основании, ну, и что же делать, ну, помолчали пять минут, помолчали десять минут, потом начали общаться, и я смотрю, вы знаете, что, ну, как бы вот Фрида Львовна, вот еще она вот здесь, тело ее, да, тело, вот, ну, какая-то такая пришла через общение такая радость, уверенность, что вот она, ну, вот она с Богом, она уже на небесах, мы еще здесь, и мы просто начали вспоминать, как она поступала, как она там принимала гостей, какая она была дружелюбная, и начали радоваться, послушайте, и начали даже смеяться, прямо на похоронах, я в какой-то момент хотел контролировать ситуацию, как вы, от меня же многое зависит, вот, но понимал, что я здесь вообще не власти над этим всем, и вы знаете, и достаточно, и очень быстро потом мы это все дело закончили, вот, поэтому даже какая-то скорбь, она может перейти в какую-то нашу радость, аминь, перерыв.